Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Местное время» вновь на ваших экранах. Только самые свежие и эксклюзивные новости. С вами в студии Данил Недзельский. Главные темы дня. Сегодня не существует федеральных программ, в которые этот проект мог бы попасть. Поэтому надежда только на то, что мы найдем взаимопонимание полностью. Судьба школы, ангарских дорог и бюджетных денег. Администрация округа отчиталась перед депутатами Думы ОГО. Тут у нас душ и умывальник. Дальше мы с вами попадем в большую комнату, в общую. Там находится телевизор, иксбокс и гитара. В гостях как дома. Первая городская социальная гостиница готова принять заезжих спортсменов и музыкантов. Мы съездили сами в зоопарк и увидели в каком ужасном состоянии. Просто можно толкнуть рукой и стена разрушится. Задача по плечу. Юные ангарчане самостоятельно зарабатывают на ремонт зоопарка. Сегодня днем из-за сильного ветра в городе и области падали деревья, фонари и рушились целые конструкции. Ураганные порывы местами достигали 26 метров в секунду. Ангарск, к счастью, обошелся без серьезных повреждений. К концу рабочего дня городскими службами не было зафиксировано ни одного происшествия с пострадавшими. Разгула стихии не выдержал лишь торговый прилавок у дома книги. В Иркутске шквалистый ветер снес столб на мосту в районе Кай. В других уголках областного центра деревья свалились аккуратно припаркованные автомобили. А в Тайшетском районе несколько деревень остались без света. По прогнозам синоптиков, ненастная погода сохранится в регионе до 21 апреля. Местами возможен снег. Долгострой, бюджет, проблемы ЖКХ. Дума Ангарского городского округа готовится к принятию важных для города решений. Накануне местные парламентарии собрались на рабочее заседание. Елена Мильвитт расскажет об обсуждениях. Отчитались. Что сделано лично руководителем округа и его администрации за год? Цифры и факты Сергей Петров сообщил депутатам в своем отчете. Экономика, социалка, строительство, жилья. Данных много, но парламентариям требуется разъяснение. Например, о сроках завершения известного долгостроя школы в 7 мая микрорайоне. Чтобы в здание, наконец, вошли первые ученики, требуется 902 миллиона рублей. Стоимость определила госэкспертиза. Без федеральных и областных средств муниципалитет ни за что не справится. Сергей Петров отметил, что уже обратился с письменной просьбой губернатору региона о назначении собрания, на котором, вполне вероятно, и определяются перспективы завершения стройки. Впрочем, депутатов волновали и не столь глобальные вопросы. Например, председатель Думы Александр Городской указал, что в городе есть места, где жители самовольно убрали часть ограждений на центральных улицах. Эти прорехи в заборах спикер назвал народными тропами. Ему пообещали разобраться с этой проблемой. Тем более, что ограждения разрушают водители-лихачи, а порой и подрядные организации во время уборки дорог. И мы все эти данные присылаем в КПК для принятия в судебном порядке, либо в добровольном. То, что касается подрядной организации, обязательно будут поправлены эти ограждения. Поверьте, мы ни одно ограждение, ни одну секцию ограждения не потеряли. Мы все собрали, мы все лежали, просто мы выжидали этот период, когда потеплее осталось. Изменится финансирование по 10 муниципальным программам. Причины тому разные. К примеру, теперь общественные организации не будут самостоятельно рассчитываться по коммунальным платежам. О dropping это решением коммунальные платежи осуществляют теперь. Возрачем коземому получепленный центр поддержки общественных инициатив, нововаться которого будет передаваться помещение в виде ресурсного центра, на который будет осуществлять свою деятельность общественные организации. В большей степени это касается ветеранских организаций и организаций инвалидов. Будут ли приняты нововведения, станет известно на следующей неделе. Официальное заседание Думы округа состоится 26 апреля. Елена Милет, Владимир Сильванов, Дмитрий Новопашин. Местное время. Принять гостей и разместить их в достойных условиях. Такую задачу поставила перед собой молодежная инициативная группа «Есть идея». На счету активистов уже реализация таких проектов, как восстановление модели самолета в Музее Победы и реставрация мозаичного панно в 188-м квартале. Сейчас организации открывают социальную гостиницу как дома. В чем особенность проекта и почему им заинтересовались местные власти, расскажет Яна Попова. Здесь у нас туалет. Идем далее. Тут у нас душ и умывальник. Дальше мы с вами попадем в большую комнату в общую. Там находится телевизор, иксбокс и гитара. Здесь у нас люди кушают. Работает чайник, микроволновка и холодильник. Маленькая уютная комната. В ней могут разместиться два человека, которые чуть побольше. Здесь у нас 10 человек. И на данный момент живут двое мужчин. Как они называются? Командировочные. С зарождения идеи до момента реализации проекта «Как дома» прошло 10 месяцев. Инициативная группа «Есть идея» от благотворительной деятельности перешла в социальное предпринимательство, которое в нашем городе встречается нечасто. Ребята выиграли грант в отделе стратегического развития администрации округа и приобрели необходимую мебель и технику. Вместе с тем я считаю, что такой проект может быть реализован и в рамках приема различных делегаций школьников, те, кто занимаются спортом, те, кто находится в рамках гражданско-патриотического воспитания, ну и, конечно, тех детей, которые приезжают к нам для реализации себя в различных видах творчества. Сейчас в социальной гостинице «Как дома» 30 койко-мест, зона отдыха и кухня. Всего 132 квадрата. Плата за сутки символическая. Находится хостел в бывшем районном отделе по физкультуре и спорту. Это 11-й микрорайон «Дом Пластина». Ребята планируют принимать здесь большие творческие, спортивные коллективы и командировочных специалистов. Даже есть такое, ну, пока вот обсуждение ведется по поводу размещения людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию в нашем городе. Приезжая, вот нет возможности остановиться и, наверное, обращаясь к администрации за помощью, эти люди хотели бы, ну, какую-то поддержку найти. В гостинице уже побывали руководители отделов по культуре, спорту и образованию. Проект оценили положительно. Единственное, посоветовали украсить и увеличить число предметов мебели. Подобный опыт, считают организаторы, будет полезен городу. Как дома, функционирует всего месяц и уже принял своих первых гостей. В том числе и большой коллектив из Киринска. Пока медленно, но верно, первая ангарская социальная гостиница набирает обороты. Яна Попова, Алексей Кусюмов. Местное время. Общегородской субботник в Ангарске пройдет 23 апреля. Принять участие в уборке родного города жители призывают администрация округа, сотрудники управляющих компаний, все неравнодушные горожане. В этом году нам и погода помогает и администрация, которая объявила месячник санитарной очистки не на один месяц, а на два, делятся сотрудники управляющих компаний. У дворников и управдомов появилось больше времени, чтобы навести порядок на своих территориях, убрать сухую траву и мусор, скопившийся за зиму. Хотя в микрорайонах, которые обслуживает жилищная компания «Наш дом», эти работы завершили еще в первую неделю апреля. Но у нас очень грандиозные планы на май месяц. Потому что в этом году 65 лет городу Ангарску, и хочется, чтобы он был на самом деле очень красивый. Что мы делаем в плане? Мы, во-первых, побелим деревья, побелим бордюр, отремонтируем все малые формы, постараемся, если погодные условия позволят, перекрасить их. Повесим новые флажки. За ходом мероприятий по санитарной очистке с начала апреля следят специалисты управления ЖКХ. Десятки рейдов по уличным рынкам, предприятиям бытового обслуживания и общественного питания провели сотрудники отдела потребительского рынка. Но работа специалистов будет иметь эффект, только если сами ангарчане поймут, что наведение порядка в городе – дело каждого его жителя. Уважаемые ангарчане, 28 мая мы будем отмечать юбилей родного города. Наша общая задача – сделать так, чтобы Ангарск был готов к празднику. Как хороший хозяин прибирает дом перед торжеством, объединив усилия, мы можем привести улицы, скверы, парки, собственные дворы в порядок. Ежегодно, благодаря генеральной уборке, выполняется большой объем санитарных, благоустроительных работ. Город хорошеет, преображается. Больше порядка становится как на центральных улицах, так и во дворах. Работы предстоит немало. Уверен, мы добьемся сообща нужного результата. Всех, кто любит родной город, 23 апреля приглашаю присоединиться к общегородскому субботнику. В этом году общегородской субботник решили организовать выходной день, чтобы в нем смогли принять участие как можно больше ангарчан. Трудовые коллективы многих предприятий и общественные организации города сейчас определяют места уборки, а жители дворов готовы выйти на субботник своими семьями. Вспомнить старые времена, как мы выходили раньше, как мы это все делали. И сейчас привлекать и молодежь, и внуков, и детей, и самим взять грабли, взять лопаты и выйти очистить город в празднику. Все сошлись во мнении, что Ангарск достоин встретить свой день рождения красивым и опрятным. Дело за малым – поддержать городскую акцию и выйти на уборку города всем вместе 23 апреля. Наталья Зарубина, Алексей Кусюмов. Местное время. Опасный корнеплод. Карантин по золотистой нематоде введен в 19 районах региона, в том числе и в Ангарском городском округе. Речь идет о семенном картофеле. По словам экспертов, золотистая нематода способна нанести серьезный ущерб почве. Если посадить клубни в такую землю, можно лишиться большей части урожая. Слава Богу, от нее свободны наши сельскохозяйственные предприятия. Вместе с тем на ангарской территории карантин по этому виду заболевания картофеля. Но он касается только садоводств. И то там ограниченный круг этих садоводств, где проводится карантинное мероприятие. В каких именно садоводствах обнаружена золотистая нематода, Владимир Самчук ответить затруднился. Но посоветовал дачникам при покупке семенного картофеля проверять у продавцов документы и сертификаты соответствия. Национальный день донора отмечается сегодня в России. На ангарской станции переливания крови в этот день было не протолкнуться. С 8 до 10 утра медработники приняли более полусотни доноров. Среди них и студенты медучилища. Некоторые из них сдают кровь впервые. Все сдавшие сегодня кровь получили памятные подарки. А новички выразили желание стать постоянными донорами. Конкурс «Народный врач» стартовал в Ангарске. Лучшего среди медиков жители нашего города будут выбирать уже в третий раз. Оставить свой отзыв можно как на сайте, так и в любом лечебном учреждении города. Ящики для анкет установлены на входе. У нас уже два победителя есть. Это участковый терапевт городской больницы, первый победитель, и травматолог детской больницы. Очень интересные результаты, не всегда ожидаемые и нами. Потому что это не только, так скажем, профессиональный конкурс, это мнение пациентов. Это и отношение доктора, и его харизма, и его, так скажем, имидж в нашем небольшом городе. Все отзывы будут переданы адресатам. А победитель, кроме признания пациентов и подарков, получит на дверь кабинета фирменную табличку и значок «Народный врач». С миру по нитке. Ученики 8-й гимназии организовали благотворительную ярмарку и концерт в помощь ангарскому зоопарку. Присоединиться к ним и собрать средства на ремонт зверинца ребята призывают все горожан. Раз, поем, два, поем, три, поем, канаренечка, салу, поем. Провести благотворительный концерт в помощь ангарскому зоопарку ученики гимназии номер 8 решили после выхода сюжета о печальном состоянии зверинца. Перед выступлением школьники еще раз посетили дворец творчества и убедились, что за ремонт уникального уголка живой природы так и не взялась ни одна организация. Так как мы съездили сами в зоопарк и увидели, в каком ужасном состоянии просто можно толкнуть рукой и стена разрушится, и мы решили провести благотворительный концерт и благотворительную акцию в помощь зоопарку. Пока в актовом зале шел концерт, в фойе работала благотворительная ярмарка. Мыло ручного изготовления, декоративные заколки, игрушки и любимые книжки. Ребята с удовольствием отдавали, даже за самые небольшие деньги, понимая, что все средства пойдут на нужды зоопарка. Приняли участие в основном младшие классы, принесли работы из бисера, работы и браслеты из резиночек, разную выпечку, которую постряпали мамы или дети сами постарались. Работники зоопарка отмечают, что после того, как их проблемы озвучили все местные СМИ, активность горожан значительно повысилась. Небольшие суммы на счет учреждения поступают каждую неделю. Деньги приносят детские сады, школы, рядовые посетители. Заинтересовалась проблемами Зверинца и администрация округа. На днях Дворец творчества посетили специалисты службы муниципального хозяйства. Представители к нам пришли, они все осмотрели, постараются все это дело рассчитать. Но говорят, что можно полечить эти наши плиты, заделать какие-то, ну и все-таки сделать реконструкцию, конечно, заложив какие-то возможные средства. Хотя, с другой стороны, конечно, было бы здорово, чтобы не просто жители отдельные, а какой-то бизнес, какое-то предприятие частное взяло на себя ответственность. Не просто охать и ахать, как бы хотелось помочь и помочь как-то конкретно. За время проведения своей благотворительной акции ученикам 8-й гимназии удалось собрать около 50 тысяч рублей. Провести такие мероприятия ребята призвали всех школьников города. Даже дети понимают, что шпаклевание, стен и замена окон – меры временные, а капитальный ремонт им не по карману. Несмотря на это, дети пока единственные, кто взял на себя ответственность за состояние живого уголка. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. Конкурс юных исследователей проводит Ангарский центр гуманной педагогики совместно с Рериховским центром «Музей ОН». Интеллектуальное соревнование проводится ежегодно. Этой весной участие в нем приняли 40 школьников со всей области. Среди тем, которые выбрали юные ученые, природа детского воронья, особенности строения волос, история елочных игрушек. Встречались и более глобальные работы, например, «Прошлое и настоящее мегето». Авторы подкрепляли теорию и практикой. Одна из учениц представила самодельные водяные и песочные часы. Вчера была работа «Момментальная живопись города Ангарска», то есть о наших мозаичных паннох, которые в Ангарске учащиеся из Уссолья нам об этом поведал и очень много нового рассказал. Работа была «Красный дракон» или вообще «Дракон» – это китайский национальный знак. И мы вчера работу такую видели. Ребенок с китайцами встречался, в институт обращался. 15 призеров определятся к концу этой недели. Однако организаторы говорят, что главная цель соревнования – развить в детях стремление к научной деятельности. Круглая дата. 20 лет накануне отпраздновал отдел минералов Ангарского городского музея. Как собиралась коллекция, в которой сейчас более полутора тысяч экземпляров, смотрите далее в программе. Официально музею всего два десятка лет, а история создания этого отдела началась еще полвека назад, когда сотрудники Сибирского института «Оргстройпроект» решили собрать образцы разных каменных пород со всех регионов страны. У истоков создания стоял Василий Михайлович Дубровин, начальник геологического отдела. Он-то и передал городу свою выдающуюся коллекцию. За эти годы собрание пополнилось новыми экземплярами. Сейчас на полках музея около 1700 камней. Это и редчайшие кристаллы, и полудрагоценные породы, и рудные полезные ископаемые. Все старые друзья, которые пришли, все геологи, которые собирали эту основную коллекцию, они пришли вот сюда. Они стали нам друзьями. Теперь уже Дубровина нет, а его сподвижники, его соратники, они, слава богу, еще живы. И вот за них наша история держится. И уже молодые геологи, работники геологического отдела, которые приходят, они сегодня тоже пришли. Мы их еще не знаем, а они уже здесь. На празднование юбилея пришла дочь Дубровина, Вера. Она рассказала, что за всю жизнь отец болел только одной болезнью – каменной. Свою судьбу без исследований он не представлял. Даже в школу дочка пошла в Забайкальском селе, где тогда велась геологическая экспедиция. Приемник Дубровина Алексей Колесников тоже руководил геологическим отделом Оргстройпроекта и отдал гидрогеологии 20 лет. Профессия, конечно, нормантичная. В свое время я говорил, что я в свое время работал и видел такие красоты, что некоторые люди платят за это деньги, стремятся туда попасть, чтобы это очень увидеть. А нам такие красоты и такие необычайные места просто доводилось видеть по роду своей работы. Именно это я бесконечно благодарен судьбе, что она мне предоставила такую возможность. По подсчетам самих сотрудников Ангарска музея минералов ежегодно бывает более 6 тысяч посетителей. Это и взрослые люди, и любознательные школьники. Известен наш уникальный каменный отдел далеко за пределами области. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время. Кубок Гагарина может приехать в Ангарск. Магнитогорский металлург в седьмом матче финала плей-офф одолел московское ЦСКА. И во второй раз в своей истории стал победителем главного хоккейного трофея страны. Выше награды КХЛ удостоился и воспитанник ангарской хоккейной школы Владислав Калетник, ныне защищающий цвета магнитки. У игроков есть такая традиция – привозить заслуженный трофей в свои родные города. Вполне вероятно, что скоро Владислав Калетник привезет кубок Гагарина в Ангарск. Мы сообщили вам обо всех важных событиях дня текущего. Что будет дальше, узнаем в следующем выпуске программы «Местное время». С вами был в студии Данил Недзельский. Всего доброго. Скоро увидимся. Продолжение следует...